Привет! Это Ян Непомнящий. Сегодня в Бухаресте стартовал турнир, в котором я принимаю участие. Это этап, первый классический этап Гранд Чистура. Был первый тур сыгран, ну, наверное, какие-то партии еще продолжаются, потому что моя партия, о которой я вам расскажу в этом видео, получилась довольно короткой. Играл я черными против Максима Варшеля Грава, довольно принципиальный соперник, довольно неудобный. Ну, давайте смотреть. Итак, Максим начал Е4, я сыграл, наверное, без сюрпризов русскую партию. Вот. На самом деле, в предыдущей нашей партии я черными играл с ним Конь С6, вот, в этой пошел Конь Ф6. Ну, Конь С6 у нас получился архангельский вариант, и там довольно быстро Максим свернул игру. Ну, здесь получилась русская партия, да, Комбит Е5, Д6, Конь Ф3, Комбит Е4. У нас здесь было немало партий. Ну, Комбит Е5, по-моему, он тоже играл, но потом ходил в одной партии Д3, Д4, переходя в разменную французскую. В какой-то он играл Д4 третьим ходом. Вот. Сегодня он пошел в основу белыми. Д4, Д5, слон Д3, ну, слон Д6 — это основной ход довольно принципиальный. Два нуля, два нуля, ладья Е1 — хитрый порядок ходов. Обычно, как я знаю, начинают С4, но ладья Е1, по большому счету, это переход, да, то есть после слона Ф5. Наверное, еще есть ход ладья Е8 у черных здесь в таком порядке, но слон Ф5 — это основа. С4, С6 — это все обязательная программа. Здесь таких партий было миллион. Вот. Вагон и маленькая тележка. Ферзь Б3, Ферзь Д7. Есть еще вроде бы ход Коня 6, который, ну, у черных чуть похуже, но Ферзь Д7 считается более такой принципиальный, более такие форсированные варианты, что ли, да. Коня 6 — это жертва пешки. Там белый все-таки немножко давит. С5, слон С7. И эту позицию, ну, у меня неоднократно уже встречалось на практике, да. Со мной так играл Хикару Накамура. По-моему, он ходил со мной здесь G3, если я не ошибаюсь, в этой позиции, да. Вот. Может быть, какие-то еще есть новые здесь ходы, да. Ну, вот Максим сыграл Конь Б2. По-моему, Пархам Максудлу играл со мной Конь С3. Вот. Ну, в чем суть позиции, да, что белые давят на... Белые давят на поле Б7, вот. Но пока бить нельзя, потому что сломит H2 шаг везде. Вот, везде взятие проигрывает из-за несложной тактики. И поэтому они должны развиться или как-то защититься от угрозы сломит H2. Вот. Ну, и у черных, в принципе, слабой стены нету, да, кроме пешки Б2. Но немножко трудно развивать Коня на Б8. Вот. Ферзь занимает логичное поле Д7. Вот. Поэтому, ну, здесь где-то черным нужно играть аккуратно. Ну, в разных вариантах получаются похожие идеи, да. Ну, Конь Б2 ход один из основных. Ладья Е8. Конь Х4. Да. Слон Е6. Ферзь С2. Это все плюс-минус теория. Здесь можно ходить Ф5. Получился вариант после Ф5, Ф3. Вот. Можно ходить Конь Ж5. Можно ходить Слон Д8. Ферзь Д8. Это довольно острая игра. По-моему, такие партии тоже были. Вот. Но, вроде бы, ход в партии, которую я сделал, Конь А6, это довольно строгое решение. То есть, в основном, так. Так черные сейчас уравнивают. По-моему, да, ну, А3 бить на Е4 не очень хорошо сразу, да. Потому что где-то будет идея Конь Б4. И там в тактике у черных, в общем-то, порядок. То есть, А3 Коня на Б4 не пускают. И все равно, вот, здесь важный ход Слон Ж4. В принципе, то, что нужно черными помнить и знать. Немножко нелогично. Мы бы ходили Слоном Слон на Ф5, потом Слон Е6, потом теперь Слон Ж4. Вот. Но это, ну, такое запоминание, да. То есть, мы скрываем ладью на линии Е. На Е4 мы пешку временно жертвуем, но в ответ заберем пешку на Д4. Взяли-взяли. Теперь можно бить Слоном после Ф5 тоже какая-то острая позиция. Но, вроде, у черных там хорошо все. Ладья Е4, Ладья Е4, Слон Е4, Ферзь Д4. Это так называемый дебютный этапе. В варианте Кунь БД2, да. Это довольно важная позиция. Здесь можно бить, вроде бы, на Х7 сразу. По-моему, все играли Слон Е3, Ферзь Ф6. И вот здесь Максим побил на Х7. Это, если не ошибаюсь, это формальная новинка. Но, на самом деле, ход, понятно, что широко известный в узких кругах. По-моему, основной ход здесь раньше был Кунь Ф3. Все так играли плюс-минус, да. Меняют с черной на Ф3. Потом как-то развивают фигуры, например, Ладья Д8, или Слон Е5, или Слон Ф4. То есть, ну, позиция довольно симметричная, да. И преимущество двух слонов у белых здесь не решающее, потому что тяжело скрыть диагонали, да. Слон упирается в пешку С6. Этот слон упирается пока в пешку С5. Ну, конечно, на черном нужна своя, ну, какая-то аккуратность, да. Там, пойти, не знаю, Ладья Д8, Слон Е5, может быть, да. Пару точных ходов, и, в принципе, все будет выхолачиваться. Партия будет, ну, так, двигаться к ничей. Позиция довольно сухая на самом деле. Слон Би Т7 это попытка немножко вдохнуть, что называется, вдохнуть жизнь вариант. Ну, король Ф8 ходить надо, король Ф8 какой-то ход немножко глупый. Да, и тут начинается форсаж, Ж3, Ж6. И вот здесь меня Максим удивил ходом в ферзь Е4. То есть, я знал, с Лом Би Дж6 есть ход, да, то есть, там, какие-то варианты. ФЖ, здесь разные ходы есть, вот. Ну, у белых три пешки за фигуру, у черных немножко открыт король. И потому что конь на 6 не имеет, там, хороших ходов вперед, да, то есть, конь на 6 вне игры, у белых, конечно, есть, там, какая-то компенсация. Ну, формально материальное равенство, да, но все-таки два слона у черных, и, в принципе, все остальные фигуры неплохие. И вот белые должны сейчас за пару-тройку ходов создать угрозы, и будет тогда ничья, да. То есть, такой вариант, есть такая за белых проверка, но она довольно не опасная. Вот, Максим нашел ферзь Е4 вместо этого, ход меня удивил, но, в принципе, у меня все ходы довольно естественные, да, то есть, здесь, по большому счету, выбора не было. Ну, как грозит слон Д4, висит слон на Ж4, да, вот, грозит слон Д4, и, ну, король Би Дж7, ферби Дж4, ферби Б2, это формально я отыгрываю фигуру, да, то есть, там, ну, после слона Д4 я могу просто уже сдаться. Вот, получаем мат по линии Аш, не знаю, ферзь Е6. Ход простой, да, то есть, его сложно не сделать, методом исключения. Взяли-взяли, комбит Дж6, здесь, наверное, я мог пойти король Дж8, но там как-то вот конь Е7 шах, да, то есть, там сложности, король Дж7, слон Д4 шах, наверное, можно было пойти король Аш6, но мне, как бы, тоже казалось, что лучше стоять кученика, король Ф7. Вроде шах, шах, да, шах съели-съели. И здесь заканчивается форсаж, и, в принципе, у черных позиций, на мой взгляд, совершенно нормальная, довольно безопасная. Вот, ну, наверное, можно пойти здесь ферзь Е5, да, то есть, может быть, можно пойти, не знаю, ферзь Ж6, такого рода ходы, да, то есть, там, ну, проблема в чем, что если сразу бить на Ц5, то ферби Б2H7. Ферзь H7 шах, и там что-то, видимо, мы потеряем, да, то есть, там, просто, ну, ферзь активизируется, ладья, может, поэтому пойдет на Е1, но такая позиция очень опасная. Вот, я решил защититься с темпом, ну, ферзь Е5 был, на самом деле, логичный ход, да, вот, слон Ф5 тоже, мне кажется, неплохо, напал на ферзя, но здесь я немножко не ожидал от Максима ход в партии, да, то есть, как, все-таки мне дали там пешку и дали коня развить. Я думал, ферзь Е3 или ферзь Д4, оба хода заслуживают внимания, вот, он пошел ферзь Е4, передал мне побить на С5, ход немного удивительный, но, с другой стороны, как бы, да, казалось бы, конь бьет С5, потом конь идет на Д3, то есть, сейчас уже у черных перевес, но не так все просто, да, то есть, там, так, так. Я, естественно, ну, кстати, бить, наверное, был необязательно, да, то есть, был ход ладья Ж8 интересный, с идеей ладья Ж4, ладья Е4. Вот, может быть, не знаю, может быть, он Аш-3 бы здесь пошел, то есть, своеобразная довольно позиция, но, может быть, просто можно допустить переход с ладьи на четвертую, то есть, это не настолько критично, вот, но я что-то побил на С5, как-то показалось, что ход не может быть ошибкой, вот, после ладья Д1, ну, немножко все подвисает, конечно, да, и здесь надо играть уже точно, да, то есть, например, если конь Е4 пойти, то пойдут белые Ф3, и ладья ворвется на Д6, то есть, ладья Д6 очень страшная угроза, приходится, да, еще проблема, что на конь Д7, ладья Д6, ферби Т5, ладья бьет Д7 в шах, вот, вот, и черные теряют Ферзя и проигрывают партию, поэтому надо как-то ходить уже к комбит Е5, но это какая-то ерунда просто, три связанные проходные, то есть, в черной борьбе за ничью, скорее всего, бесперспективный, вот, ладья Е8 ход хороший, ну, он же, видимо, единственный, слон С3, конь Е4, то есть, я не знаю, насколько конь Е4 ход вынужденный, но, наверное, были другие ходы, может быть, Ферзь Е4 пойти, да, но я хочу над какой-то ходом конь Е4 выбить слона с С3, вот, может быть, был какой-то ход слон Д4 у Максима, я вот его считал, я считал за доской что-то типа Ферзь Д5, Ферзь А6, конь Е6, Ферзь Ф6, король Ж8, и здесь вроде бы нет мата, да, то есть, на Д4 связано, и я, ну, видимо, белые должны повторять, да, то есть, мне казалось, что такой вариант довольно логичный, может быть, на слон Д4 есть другие, не знаю, другие ресурсы, интересно, что Комб говорит, вот, после слона Д4, может быть, так, а что говорит Комб? А Комб говорит, ладья Д8 был ход, сразу связать, а, и Ферзь А6 защищает здесь, а слон связан, да, и Ферзь А6 нет хода, то есть, Ферзь Д5 это ничья, а ладья Д8 неожиданно минус 2, да, ну, окей, ладья Д8 ход хороший, то есть, слон Д4 не работает, слон Д6, наверное, то же самое, могу сделать ладья Д8, то есть, слон С3 получается ход в известной степени вынужденный, да, то есть, вот так вот получилось, и здесь КЕ4, у нас слона напали, хотим его разменять, Ж4, Комбьет С3, можно, наверное, было начать ход ладья Ж8, но здесь, так, я посмотрел, что я вроде развязываюсь, взяли, взяли, ладья Ж8, то есть, здесь, ну, наверное, А3 или Ф3, да, то есть, там, иначе, просто пешка теряется, А3, и Ферзь Ф6 я пошел, ну, наверное, последний ход, который важно было сделать, потому что, ну, проблема, что хочется, конечно, уйти королем, да, то есть, там, просто спокойно развязаться, но по времени мы не успеваем, да, на ладья Ж6, то есть, король H2, вот, потеряется фигура обратно, и, ну, после Ферзи Ф6, я не знаю, есть ли что-то лучшее, то есть, Максим повторил ходы, Ферзи С7, Ферзи Е7, Ферзи Ф4, Ферзи Ф6, Ферзи С7 и так далее, вот, но, не знаю, может быть, как-то можно, не знаю, ладья Д6 проверять ход, то есть, там, компьютер какие-то ходы, ладья Д6, правда, слон Е6 я отойду, да, компьютер, вроде бешит ладья Д4, коварный такой ход, да, то есть, защитить на Ж4 заранее, ну, то есть, одна из идей черных, по-другому, здесь слон Беж4, я так понимаю, да, вот, был бы ход черных, можно было бы бобить на Ж4, например, и после ладья Д4 как-то играть дальше, ну, не знаю, там, может быть, С5 я сыграю, да, то есть, там, теперь ладья Д6, слон Е6, ну, какие-то комповские варианты, не знаю, Ферзи Е4, оценивать позицию как примерно равную, может быть, в черных чуть-чуть приятнее, он считает, вот, ну, король открытый, да, то есть, но, наверное, белые здесь уже за победу не борются, да, то есть, по идее, ну, не знаю, там, по крайней мере, компьютер считает, что правильно сделал Максим, что повторил, вот, ну, и так, партия таким образом закончилась в ничью, вот, троекратное повторение, здесь на турнире запрещены ничьи, только, ну, любые предложения ничьей запрещены, можно только троекратным, да, или доиграться, там, условно, до голых королей, вот, что еще сказать, еще необычный контроль на этом турнире, да, вместо контроля, где добавляется время на сороковом ходу, после сорокового хода, на этом турнире, просто два часа до упора, контроль, без любых добавлений, но, как бы, ну, время, ну, как, без любых добавлений после сорокового хода, просто два часа до упора, и 30 секунд, добавляется, начиная с первого хода, ну, за каждый сделанный ход, да, то есть, там, получается, Это тот же самый фид и контроль, да, то есть фид и контроль он 2, 1,5 на 40 и 30 минут после 40-го хода, да, а здесь просто весь этот, как бы, не знаю, там, time bank, да, то есть это весь этот, как бы, временной банк времени, да, что ли, да, то есть все время дают сразу и неважно, сколько ты ходов сделал. Вот, такая партия, не самая интересная, но, как бы, турнир только начинается и в целом ничья с черными, это, ну, так, в русской партии, наверное, нормально, то есть вышли из дебюта, немножко удивились, но так, вроде все, все посмотрели, все отбились. Спасибо большое, друзья, за просмотр, собираюсь делать такие обзоры на каждую партию, ставьте, как говорится, лайки, да, пишите комментарии, может быть, вам что-то было интересно в этой партии, да, то есть, хотя партия довольно такая, на мой взгляд, скучная получилась, да, то есть там все-таки много, много теорий, да, то есть, и, по сути, вот, где-то до этого момента, да, то есть там до хода фидзи 4, это, по-моему, еще, если ничего не путаю, мы-то еще смотрели к матчу с Магнусом в Дубае, да, так что это, так, вариант не стал, не стал откровением, в общем, еще раз спасибо за просмотр и до новых встреч.